Очередную провокацию в священный месяц Рамадана устроили в Швеции. Ультраправый политик Расмус Полудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию «Жесткий курс», публично сжег Коран и заявил, что сделает это снова. В связи с этим в нескольких городах Швеции уже четвертый день продолжаются беспорядки. По сообщению местной прессы, в городе Норчопинг, на востоке страны, три человека пострадали. Травму получили по меньшей мере 16 полицейских. Однако, несмотря на это, представитель полиции Южной Швеции Ким Хильд заявил, что полиция не будет отзывать разрешение на демонстрацию сторонников «Страмкарс», потому что в стране, где защищено право на свободу слова, для этого нужны очень серьезные основания. Власти Ирана и Ирака вызвали шведских послов, чтобы выразить им протест по поводу сжигания Корана. Следует отметить, что партия «Страмкурс» известна в основном своей сломофобской риторикой и жесткой националистической идеологией в отношении любых форм миграции из незападных стран в Данию и Европу. «Страмкарс» объявляет на своем веб-сайте, что каждый незападный иммигрант, проживающий в Дании, должен покинуть страну, если его или ее культура мышления отличаются от местных жителей. Лидер партии Расмс Полудан не раз пытался провести провокационные акции, призванные вызвать гнев среди мусульман и иммигрантов Дании. Он неоднократно бросал на землю и даже пытался сжечь копии Корана в районах компактного проживания иммигрантов. Его действия часто становятся причинами беспорядков. Как сохранить и приумножить свой капитал в кризис? Так называется бесплатный мастер-класс эксперта в области халяль-инвестиций Кумара Мухамедзянова. Очень полезная и актуальная информация в наше время. Переходите по ссылке. Не пожалеете. Продолжение следует...